И первым университетом у нас на связи сегодня будет старейший, крупнейший технический университет России. Это МГТУ имени Баумана, Московский государственный технический университет. С нами коллеги на связи. Добрый день. Добрый день. Меня слышно? Вас слышно, вас видно. Вам слово. Сейчас будет ваша презентация. Спасибо. Отлично. Добрый день еще раз. Меня зовут Евдокимова Юлия Сергеевна. Я специалист по работе с иностранными студентами. Сегодня хочу представить вам один из старейших университетов. Речь идет о Московском государственном техническом университете имени Баумана. Он основан в 1830 году. Изначально это было ремесленное училище. Но в связи с развитием промышленности он стал одним из ведущих инженеров, одним из ведущих университетов как в России, так и всего мира. В настоящее время наш университет занимает 230 место по версии рейтинга QS. Это подтверждает качество нашего образования и вместе с этим говорит о том, что студенты, которые заканчивают наш университет, востребованы среди работодателей. В нашем университете обучаются 27 тысяч студентов, из которых полторы тысячи. Это иностранные граждане. Можно, пожалуйста, второй слайд. Да, уже второй слайд. ВУЗ обладает современным оборудованием и инфраструктурой, что позволяет студентам получать практические навыки и опыт работы с новейшими технологиями. Также у нас есть разные лаборатории и научно-образовательные центры, которые помогают ребятам делать первые шаги в науке и исследованиях. Будьте добры, пожалуйста, следующий слайд и следующий слайд. В МГТУ имени Баумана достаточно много образовательных программ. Наиболее популярными направлениями являются направления, связанные с IT. Одним из основных является программная инженерия, где ведется подготовка специалистов, компетентных в сфере информационных технологий, использующие инженерные навыки с целью разработки, тестирования и эксплуатации программного обеспечения. Стоит заметить, что учеба на данном направлении достаточно сложна и требует высокой усидчивости. Есть схожая образовательная программа, которая направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области разработки и эксплуатации вычислительной техники и информационных систем организационного управления. Это информатика и вычислительная техника. Данное направление востребовано среди работодателей так же, как и предыдущее. Следующее направление подготовки – это машиностроение. Оно является наиболее прикладным и классическим для МГТУ. На нем ведется подготовка инженеров в сфере проектирования и эксплуатации производственного оборудования. Основными компетенциями выпускников является наладка технологических процессов и освоение нового типа продукции машиностроительных предприятий. В нашем ВУЗе есть направление для ребят, которые увлечены роботами. Это мехатроника и робототехника. Есть мехатроника и робототехника. Именно там ребята получают навыки и знания, которые позволят наиболее полно раскрыть их талант в проектировании, в исследовании, производстве и эксплуатации мехатронных и робототехнических систем. Следующий слайд, пожалуйста. Техносферная безопасность готовит специалистов в области производства, способных предотвратить техногенные катастрофы. Материаловедение и технологии материалов. Эта программа направлена на подготовку специалистов в сфере исследования и технологии материалов. В ходе обучения студенты получат навыки в области основ технологии производства материалов, приобретают знания по направлениям физики, прочности и механики разрушения, основ лазерной обработки и корзостойкости покрытий. Управление в технических сферах, по системам, это разработка программных комплексов автоматизированных летательных аппаратов. Учеба на данном направлении предполагает создание новых систем управления авиационными комплексами. Также на каждом производстве требуются специалисты, которые способны управлять огромным предприятием. В том числе у нас есть такое направление подготовки, как менеджмент, которое готовит менеджеров по управлению наукоемкими производствами. Следующий слайд, пожалуйста. Бизнес-информатика – это одно из новых направлений в нашем университете. Его появление продиктовано требованием IT-ринга. Выпускники занимаются внедрениями новейших информационных продуктов в различные отрасли. Сегодня наш мир невозможно представить без хорошего дизайна технических изделий. Наши телефоны, машины, все, что связано с техникой. На направлении подготовки дизайн изучается техника рисунка и композиции, также современные прикладные методы визуализации объектов. Будьте добры, следующий слайд. Вступление в наш университет является достаточно тяжелым для иностранных граждан, поэтому наиболее надежным способом зачисления в МГТУ считается получение гранта. Есть три способа, два из которых для школьников, а один для студентов, бакалареата, поступающих в магистратуру. Первая – это наша, собственно, Олимпиада «Шаг в будущее», которая проводится по следующим предметам, такие как информатика, физика и математика. Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап – отборочный, он проходит несколько раз в год. Следующие ближайшие этапы будут проходить в октябре, ноябре и декабре, а финал состоится в январе и феврале 2024 года. Соответственно, информация актуальна для тех, кто планирует поступать на будущее 2024 год. Есть такая еще Олимпиада, как «Технокубок», где мы являемся соорганизаторами с МФТ и ВКонтакте. Следующая Олимпиада актуальна как раз-таки для тех, кто поступает в магистратуру. Она проходит по предметам физика, безопасность жизнедеятельности, а также основы инженерного конструирования. Олимпиада проводится в один тур в феврале 2024 года. И по результатам этих Олимпиад, абитуриент может получить квоту от нашего университета. Будьте добры, следующий слайд. Студенты, поступающие к нам по квоте и на платной основе, они обеспечиваются в приоритетном порядке общежитиями. А для тех, кто поступает на бюджет, получают места по общему конкурсу. Следующий слайд, пожалуйста. Студенческая жизнь в МГТУ является крайне насыщенной. Ребята получают возможность участвовать во всех студенческих организациях, а также ярмарках вакансий от крупнейших компаний, таких как «Газпром», «Росатом» и другие. Следующий слайд. И следующий слайд. Наш университет располагается в центре Москвы. Это экономический инновационный центр нашей страны. И еще следующий слайд, пожалуйста. Также, если у вас появятся вопросы насчет поступления, обращайтесь по контактам, указанным на данном экране. Ватсап, городской телефон и электронная почта. Наши сотрудники обязательно вас проконсультируют о возможных вариантах поступления в наш ВОЗ. Также с новой информацией о поступлении вы можете ознакомиться на нашем сайте, связавшись с нами. Спасибо за внимание. С вами была Евдокимова Юлия Сергеевна. Юлия, спасибо большое за замечательную презентацию. Было здорово услышать про университет от вас лично. И к вам есть пара вопросов по поступлению. Вот вы сами являетесь специалистом как раз-таки отдела по работе с иностранными абитуриентами, с поступающими. Какие вы от себя можете советы дать в этом году, что ребятам следует, ну, может быть, какие-то нюансы, не забыть про них, чтобы поступить грамотно, успеть подать документы? Да, у нас достаточно сложные вступительные испытания, и поэтому есть пример вступительных испытаний и подготовка как раз-таки к ним. Вы можете обратиться к нам, опять же, связавшись по контактам, мы вам направим, или же, посмотрев на сайте, эти примеры вступительных испытаний. Отлично. А какие-то консультации, может быть, проходят по ним? Консультации, к сожалению, нет. Абитуриент сам готовится к ним. Но есть материалы текстовые, по крайней мере, можно прочитать, изучить информацию и быть готовыми. Да, конечно, конечно. Здорово. И второй вопрос. Мы знаем, что сейчас по всей стране, по России, в Российской Федерации, есть очень большой проект по строительству различных университетских кампусов мирового уровня, современных, здоровским классным дизайном, удобным для студентов, где можно учиться, заниматься своим развитием и прочим. И мы знаем, что МГТУ Баумана тоже участвует в таком проекте. У вас сейчас строится кампус. Расскажите, а на каком этапе сейчас все находится? Как скоро мы уже будем ожидать открытия его? Да, они еще строятся, но в следующем году планируется открытие, и они будут уже готовы. Также у нас будет новейшее общежитие. Насколько я помню, оно 21-этажное. Ну, по-моему, где-то так. 21-этажное, чего себе. Да, ну, оно большое, достаточно много будет мест для будущих абитуриентов, также и стран СНГ, и не только, и с дальнего зарубежья. А так, по кампусу мы поняли информацию, что в следующем году уже, возможно, будет даже торжественное открытие, правильно? Да, да. Классно. Мы всех абитуриентов приглашаем обязательно переходить на стенд университета. В описании есть конкретно ссылочка на сайт МГТУ имени Баумана, на сайте выставки. Там вы сможете найти контакты международного управления, связаться с ними по поводу поступления, если у вас какие-то вопросы возникают. И хочу сказать, что сегодня во всем спектре замечательных университетов российских это единственный классический технический университет. То есть если вы собираетесь стать инженером в классическом понимании, но и не только инженером, то обязательно обращайтесь в этот университет для поступления. Юлия, спасибо большое, что были с нами. А мы будем двигаться дальше. Спасибо.